Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, спасибо, что даете мне возможность выступать в этом замечательном зале. Я здесь не первый раз и всегда у меня такой трепет, потому что это такая знаменитая аудитория, где, конечно, очень многие выступали и многие сидели вот там, где вы сейчас сидите, слушали лекции. У нас, конечно, очень, ну, на мой взгляд, сегодня задача не совсем, это презентация, это лекция-презентация о Михаилу Михайловичу Спиранском, о его жизни, о его нескольких жизней, как вот я подумал. И, конечно же, надо сказать, что это уникальный очень человек, который, собственно говоря, родился и у которого не было даже еще своей фамилии и было только имя. И, конечно, человек, который смог во времена, ну, совершенно невероятные, уже в конце 18-го, в начале 19-го века, фактически уже в 19-м веке смог стать вторым человеком в империи. И, конечно, после того, как он попал в опалу, он был в ссылке, прошел всю грязь, которая ему выпала, и не сломался, стал губернатором, вернулся опять в столицу, в Санкт-Петербург, и сумел сделать невероятную вещь, сумел систематизировать все законодательство, подчеркиваю, все, как сейчас любят говорить, отрасли права, отрасли законодательства, и сделать свод законов Российской империи. Это, конечно, невероятно. Ну, давайте мы попробуем по очереди попытаться проследить за человеком, который, как я уже сказал, видел всю нашу страну и сколесил ее, и знал не по книжкам о ней, а именно сам, как говорится, везде пробыл, везде побывал в разном статусе. Так, сейчас вы у нас дали вот мне такую штучку, я буду листать. Вот, правильно я понимаю, вот это вперед, а это назад. Так, вот, смотрите, Михаил Михайлович Спиранский, вот такой красавец, который стал и юристом, и финансистом, и прочим. Так, смотрите, первоначально, как я уже сказал, он родился в поповской семье, я не боюсь этого слова, потому что у него были священнослужители, и у него была одна из кличек, это Попович. Безродный Попович, когда он смог вырваться в свет, он был награжден такой кличкой. Он родился во Владимирской губернии, недалеко от Владимира, есть такое село Черкутино, и на самом деле, конечно, стал изучать богословие, стал изучать русский язык. С помощью своих способностей первоначально поступил в церковно-приходскую школу, где показал, ну, невероятные свои способности, затем в Владимирскую семинарию, и дальше он вот есть, сейчас это называется Александра-Невская академия, тогда это были разные названия, он работал фактически вот в этой Александра-Невской академии в Санкт-Петербурге, вначале выучился там, а потом остался, и преподавал философию, преподавал право, и вот сейчас спасибо было, вспомнили про вот эту книгу, связанную с красноречием, он там дослужился до, по нынешним временам проректора, и вот как раз эту книгу он написал совсем молодым человеком, он еще и в 25 лет не был, он эту книжку написал, издана она была, кстати говоря, еще уже после его смерти, но книга замечательная, сейчас она очень даже, я бы сказал, модная, сейчас ее многие читают, и надо сказать, что он добивался именно в православии очень таких больших результатов, как я сказал, он уже достиг то, что сегодня называется постов проректора, но возникла ситуация, когда Александр Борисович Куракин искал себе человека, который бы мог заниматься с почтой, его, его письмами, его личными делами, его государственными делами, ну и в итоге ему порекомендовали как раз Спиранского, который смог сделать то, что делало большое количество людей с его перепиской, с его архивом, с его управлениями делами, он сделал так, что он все это делал, ну фактически там в течение 4-5 часов, то, что люди делали там неделями, привел в порядок весь документ оборот, тут случилось так, что Павел Первый пришел к власти, и братья Куракины, они оказались востребованы, поскольку были очень близки к Павлу, и Куракин становится генерал-прокурором, ну и соответственно он своего помощника забирает к себе, и вот первая история, где он начинает работать, наш Михаил Михайлович Спиранский, и показывать свою жизнь, это как раз канцелярия генерала-прокурора. И надо сказать, что впоследствии, вот у вас здесь есть замечательный портрет Александра, я хочу сказать, что после того, как уже совершилось то событие, которое совершилось, Павел был задушен, и на трон вошел Александр Первый, это отдельная история, которая тоже требует своего, наверное, изложения, и скорее, наверное, исторического и правового, нежели то, что сегодня излагается в романах, в различных рассказах. Ну вот Александр приходит к власти и пытается сделать большое количество перемен в стране, и надо сказать, что как раз был такой тайный комитет, который, ну тогда все были тайные общества, тайные комитеты, слово тайный, надо просто сказать, что было вполне себе, ну такое нормальное слово, никаких заговорческих значений, вот эти тайные, тайные это скорее секретные, ну вот так, чтобы далеко информация не уходила. Вот, так вот, был вот этот самый тайный комитет, который создан был Александром, и через некоторое время понадобились люди, которые бы неплохо писали документы, которые могли бы формулировать и развивать мысль, которые в этом тайном комитете, так сказать, излагались, и наш Спиранский оказался здесь чрезвычайно востребованным, и надо сказать, что, конечно, Михаил Михайлович стал одним из таких носителей и генераторов вот этого комитета, который в итоге вылился в различные преобразования, и в том числе, как вы знаете, в 1802 году были созданы министерства, и, соответственно, эти министерства стали, ну, немножко по-другому нашей... Вот видите, мне это самое плохо с техникой владею, вот, и Михаил Михайлович уже одним из членов этого комитета был граф Кочубей, соответственно, Михаил Михайлович был приглашен в Министерство внутренних дел на работу, где как раз Кочубей стал министром, и надо сказать, что Министерство внутренних дел, оно было первое Министерство внутренних дел, оно как раз занималось, ну, воспринимало свою компетенцию достаточно широко. Они считали, что Министерство внутренних дел – это все внутренние дела, которые существуют, начиная от медицины, образования, крепостных, полиции и так далее. Это все, конечно, занималось наше замечательное Министерство внутренних дел. Ну и Кочубей все время таскал за собой Михаила Михайловича Спиранского. И на всех приемах Михаил Михайлович стал появляться. И, в общем-то, стали появляться достаточно серьезные документы, связанные с самыми разными вопросами. Ну и вот есть знаменитый документ, который был предтечей отмены крепостного права. Эта отмена уже была значительно позже. Но был такой указ о вольных хлебопашцах, который как раз Спиранский вместе с Кочубеем подготовили, где, собственно говоря, у нас стали появляться свободные крестьяне. И, соответственно, стали появляться люди, которые давали с точки зрения экономической больше прирост, чем крепостные или, как сам Михаил Михайлович их называл, рабы. И надо сказать, что периодически стала возникать ситуация, когда Кочубей стал Михаил Михайлович отправлять в том числе на доклад к императору. Вот это, конечно, история, которая возникла в Министерстве внутренних дел и история, которая потом повлекла за собой значительные последствия для страны в том числе. Ну, во-первых, император Александр, который вот здесь находится за мной, он стал сразу его приглашать значительно чаще, и разговоры и дела, которые они обсуждали, были значительно шире, становились все шире и шире, чем те, по которым был призван Михаил Михайлович. Соответственно, надо сказать, что они очень сильно сблизились, и впоследствии Михаил Михайловичу стали даваться поручения вне зависимости от Министерства внутренних дел и стали даваться поручения, которые, конечно, сильно выходили за рамки даже Министерства внутренних дел. И надо сказать, что постепенно, ну, в общем, Михаил Михайлович стал лично, как я уже сказал, докладывать императору, и постепенно стал Михаил Михайлович сопровождать императора. Вот, например, известный Иерфургский конгресс 1808 года, вот здесь Иерфургское свидание, его в литературе так называют романтично, я бы сказал, это когда Александр встречался с Наполеоном, где они пытались поделить мир, где они пытались забыть предыдущие разногласия, которые были, и надо сказать, что на этом Иерфургском свидании, безусловно, процентов 80 вопросов, которые задавались Александру, отвечал Спиранский, и даже процентов 70 вопросов, которые задавались Наполеону, отвечал тоже Спиранский, потому что он был лучше подготовлен, он уже знал много языков, он уже прекрасно владел ситуацией, и вот, когда он стал проректором в Александро-Невской этой лавре, то он фактически большой свой заработок тратил на книги, преимущественно на французском языке, русские книги и немецкие тоже. Ну вот, надо сказать, что есть достаточно много различных источников, вот которыми я использовал источники, и от Михаила Михайловича очень много осталось различной литературы, но основная часть источников по Спиранскому осталась от его дочери Елизаветы Спиранской, вот впоследствии Фроловой и Багреевой, я прямо специально искал ее портрет, когда готовил книгу, и вот он на ваших экранах, и вот в этих самых письмах она как раз подтверждает то, что император Наполеон подарил табакерку Михаила Михайловичу, естественно, со своим изображением, которое было, так сказать, бриллиантами выложено, этот факт подтверждается. Есть разные источники, которые говорят, что Наполеон в благодарность предложил ему возглавить какое-то королевство, но это не подтверждается источниками другими, поэтому я об этом говорю как просто исторический момент, который во многих книгах, кстати говоря, записан. Ну вот, здесь различные моменты. Хочу сказать, что вот мы сейчас говорим о том, что император стал поручать, наш император Александр стал поручать Спиранскому готовить различные документы, различные акты, и в том числе план государственного преобразования, который часто называют также введением к уложению государственных законов, и этот план, ну, фактически, в соответствии с этим планом, было необходимо произвести преобразование во всех сферах административной, законодательной, судебной, в том числе, представляете, в начале 19 века он предложил разделение властей, было предложение по поводу гражданских прав граждан, и было предложение для начала сделать такой квазизаконодательный орган, который он стал называть Государственным Советом. Ну и постепенно, в общем-то, этот план государственных преобразований стал, соответственно, притворяться в жизнь, и надо сказать, что этот план до конца, естественно, не был выполнен по разным причинам, в том числе и по личным, объективным, субъективным, но, тем не менее, вот такой план государственных преобразований был готов. Надо сказать, что Михаил Михайлович, его называют в том числе отцом финансового права, отцом законодательства, но он, конечно, был, безусловно, отец бюрократии, потому что, когда он писал записки Александру, он, у меня эти документы есть, я их видел, вот в этой книжке, которая будет в библиотеке, там многие документы даны впервые, причем на разных языках даже Михаил Михайлович писал, мы из Росархива впервые их публикуем, он писал так бумаги императору, он брал страницу и справа оставлял достаточно большой кусок пробела, для того, чтобы император мог там свои заметки писать. И с точки зрения бюрократической это было очень удобно и для императора, и для него, потому что, когда он в ответ получал бумаги, он видел, какие есть настроения и так далее. И, конечно же, вот этот план государственного преобразования, который, безусловно, является революционным, он бы не смог написать, если бы император его в данном случае не поддерживал. Ну, очевидно, потому что здесь фактически, в том числе, речь шла об ограничении самодержавной власти, и, конечно, с этой точки зрения, но за это в предыдущие времена понятно, что происходило с людьми, и, конечно, здесь он тоже нарывался достаточно сильно, но, тем не менее, вот по согласованию, по вот этим историям, он, конечно, тем не менее этим занимался. Также надо сказать, что вот этот план государственного преобразования, он тоже был после смерти опубликован. Вот здесь написано, графа Спиранского, графом он тогда не был, графом он был перед смертью, стал. Но графом он тогда еще не был, поэтому надо тоже это все понимать. Значит, после Эрфуртского, после того, как Михаил Михайлович работал в Министерстве внутренних дел, он был переведен в Министерство юстиции товарищем министра. Товарищ – это значит заместитель, вот, по тем временам. Он работал товарищем министра, но даже тогда, когда он становился этим самым товарищем, было ясно, что Михаил Михайлович будет работать исключительно на императора. И с этой точки зрения уже он занимался теми делами, которые ему поручал, соответственно, император. Дальше, вот я уже говорил, что план государственного преобразования, который был, у него была достаточно большая часть расписана и связанная с принятием законов. Он там дал классификацию законов, он дал, какие законы нужны, по какой сфере. Его уже тогда стали подозревать, что он слишком, ну, у него такая направленность якобы французская, что он все под французов хочет. Его стали уже подозревать в том, что он там хочет революцию сделать и так далее, и так далее. Это все, конечно, чушь. Мы еще, я надеюсь, скажем об этом. Но он уже понимая, что надо немножко как-то отходить, он не пошел, как это делали в Европе и как это делали еще с римского права. Деление права он не стал делать на частное и на публичное право. Вы же знаете, да, что такое частное и публичное право? Вот. Частное это где все равны, а публичное где главное государство. Вот. Он не стал делить, он разделил все законы на государственные и на гражданские. И, соответственно, ну, Ульпиана он не стал приводить, как известного юриста Древнего Рима. Но вот он свою классификацию дал и дальше в каждом секторе указал, какие законы нужно принимать, в каком виде. Более того, он умудрился даже проект гражданского уложения подготовить. Представляете, гражданский кодекс у нас мог бы быть вторым после французов. Еще задолго до немцев и австрийцев он подготовил проект гражданского уложения, который, ну, собственно говоря, если был бы принят, наверное, страна была бы совсем другая. Но сейчас я хочу вернуться к плану государственного преобразования, где целый раздел был посвящен государственному совету. Как именно принимать законы. И вот здесь картина Репина, но не приплыли, а заседание госсовета. Соответственно, я хочу обратить внимание на вот этот самый госсовет. Значит, он был собран в 1810 году, государственный совет. Возглавил этот государственный совет сам император, конечно. Но Спиранский сделал так, чтобы это первое заседание госсовета было 1 января. Нормально? 1 января. Собрать всех, все министры, все губернаторы входили в госсовет. И он сделал так, чтобы это 1 января. Во-первых, Новый год, да? Праздник хороший, не только семейный. А еще есть один аспект. 1 января у самого Михаила Михайловича день рождения. И он на вот такую государственную историю... Но есть еще второй случай, вы знаете, да? Великая Октябрьская социалистическая революция, либо государственный переворот, был произведен когда? Когда у Троцкого был день рождения, да? Ведь он же в честь себя любимого это все сделал. Ну вот здесь еще и есть этот случай, когда, видимо, Троцкий знал Спиранского и решил тоже сделать. И вот это достаточно такое преобразовательное решение. Они провели 1 января 1810 года, где выступил император, ну и, конечно, выступил Михаил Михайлович Спиранский, который стал государственным секретарем при госсовете. И, соответственно, на тот момент, госсовет, кстати, существовал до февраля 17-го года, разная была у него компетенция, но пик могущества госсовета был как раз вот в самом начале, когда все министры туда входили, все губернаторы, как я сказал. И, в принципе, любой нормативный документ, не пройдя горнила Государственного совета, он не выходил на подпись к императору. Император сам пошел на то, чтобы ограничить свое самодержавие и ограничить свою власть. И вот такой законосовещательный орган был создан. Законосовещательный. Это еще не Дума и так далее, но такой законосовещательный орган, в котором вырабатывались решения и в котором совершенно точно огромное количество документов не дошло до подписи. Вот. И хочу сказать, что некоторые акты сам император докладывал. Например, свод законов Российской империи докладывал сам император. Вот. Но мы сейчас к нему подойдем. Теперь, что хотелось бы сказать, вот про дань уважения мы отдали, значит, Елизавете. Хочу сказать, что вот до вашего университета, конечно, невозможно не дойти, но я хочу сказать также еще о том, что, представляете, человек произвел финансовую реформу, он осуществил ревизию как экономическую, так и финансовую империи, создал план финансовых реформ, утвердил ее император. Он создал невероятную вещь, которую, наверное, ну не знаю, как его за это могли люди любить, естественно, они его ненавидели, дворяне, я имею в виду. Он издал два указа, которые были посвящены занятию тех или иных должностей государевой службы. Он заставил учиться, предъявлять дипломы и сдавать экзамены. Это в тот момент, когда люди фактически, исходя из своего положения дворянского, исходя из там рода и так далее, и так далее, занимали те или иные должности, он фактически отсек достаточно большое количество людей от этой кормушки и дал возможность людям грамотным заниматься. Он стал заниматься образованием, сделал реформу образования. Первоначально он сделал реформу православного образования, он сделал полностью реформу православного образования, выстроил систему, как работает православное образование, приравнял православные академии к университетским дипломам и так далее, и так далее. Дальше по образованию, я надеюсь, мы еще вернемся. Вот, но первое по образованию он сделал именно вот это православное образование. И, конечно, эти реформы, особенно то, что связанное с назначением на должности, на мой взгляд, оказались безусловно в таком положении. Ну и вообще человек максимально приближенный к телу императора. Вы же понимаете, сколько у него врагов. Сколько он проблем создал, сколько он проблем создал с финансами, с проходом законопроектов. Ну и, конечно, в 1812 году, я сейчас все вам не могу рассказать. Вы, если захотите, прочитайте книгу мою или еще какую-то. Но я вам рассказываю какие-то тезисы. В 1812 году, конечно, когда уже сам Спиранский понимал, что, видимо, придет ему какой-то конец, потому что все активизировались вокруг него, плюс вот это еще гражданское уложение, которое он готовил, и, конечно, против него была достаточно большая консолидация различных сил, которую совершенно неожиданно возглавил Николай Михайлович Карамзин. Он, по-моему, там портретовали? Нет, я не вижу. Вот. Или ошибаюсь? Да. Ну, в общем, неважно. Нет? Нет? Да. Ладно. Вот. Карамзин – известный человек, да, ведь? Великий историк, который написал вот эту замечательную книгу. Можно о ней много говорить и когда-нибудь, может быть, мы с вами о ней еще поговорим об этой книге. Но он, конечно, написал работу, которая была посвящена, безусловно, свержению с поста Михаила Михайловича Спиранского, где он попытался обосновать всю пагубность новелл, всю пагубность преобразований, что он выступил за то, чтобы все-таки мы не забывали старинные обычаи, старину нашу и так далее, и так далее. Большая была достаточно работа. И на самом деле это была публичная акция. Было очень много подметных писем, которые Александру шли без подписи. И даже вот был такой коллега, молодой коллега у Михаила Михайловича Спиранского, Модест Андреевич Корф. Он даже в своей работе, ну, фактически чуть-чуть, вот буквально несколько лет прошло после смерти, он даже там не указывает. Он пишет НН. Ну, не хочет фамилии указывать. Было достаточно большое количество таких подложных писем. Пиар такой был организован, в соответствии с которым, ну, конечно, Михаил Михайлович должен быть свергнут с этого поста. Ну, и что, собственно говоря, и произошло. Вот я здесь пишу, как мучился Александр, человек, для которого Спиранский был, ну, фактически правой рукой, он сам так называл его. И как он мучился, и как он мучился, что с ним делать, казнить его, либо что-то еще, либо оставить. Вот эти все мучения у него там, конечно же, были. И был человек, который ему подсказал, что, ну, точно убивать его нельзя, казнить его нельзя, а лучше в ссылку отправить. Что, собственно говоря, было сделано. И в 1812 году Александр вызвал к себе Михаила Михайловича. Они с ним долго проговорили по поводу разных проблем. Ну, и, конечно, в итоге получилось так, что главный полицейский был уже в приемной у императора, и пристав, который должен был его сопровождать в ссылку, тоже был уже в приемной у императора. И в итоге второй человек в империи был отправлен в ссылку в Нижний Новгород. Вот. И, конечно, надо просто, ну, вот если порассуждать, наверное, француз уже подступал, нужно было дворянство как-то консолидировать. Здесь вот эти все наветы были никак не подтверждены. И, в общем, Александр принял вот такое решение избавиться от своего близкого человека и отправил его в ссылку, как я уже сказал. Вот. Без суда, конечно, просто отправили в ссылку. И, как я уже сказал, его пристав и главный полицейский сопроводили до дома, дали ему там час собрать вещи. Уехал он и в Нижний Новгород, и вслед за ним на следующий день поехала его семья. Семья – это дочь и теща. Жена у него трагически умерла. Здесь тоже я об этом пишу, но вот их тоже отправили в ссылку. Значит, нужно об этом, конечно, сказать. Надо также сказать, что первоначально он был в Нижнем Новгороде. Конечно, за ним учинили сыск полный, за ним протоколировали любое его действие, куда он ходил. Все это не просто отправлялось в МВД, который он создавал, но это отправлялось императору, несмотря ни на какую войну, император все это смотрел каждый день. Это точно. Ну вот, я вам сейчас показал госсовет. Сейчас, вы знаете, тоже у нас госсовет существует. Когда мы готовили закон о госсовете, естественно, учитывали вот эту всю историю. Но она, конечно, не такая, но тем не менее это было учтено. Хочу сказать, что в ссылке он был, безусловно, вот в Нижнем Новгороде. И потом, по мере поступления врага, его отправили в Пермь. Пермь был отправлен осенью. И, конечно, история была достаточно сложная. Реально на него смотрели, как на какое-то инопланетное существо. В него бросали камни, огрызки и так далее, и так далее, яйца. И надо сказать, что, конечно, его судьба была достаточно тяжелая. При этом, как я уже говорил, семья его ездила за ним и тоже была фактически в ссылке. Здесь очень многое можно говорить про это. И, конечно, Пермский период был самый тяжелый. Но Михаил Михайлович успевал таки работать. Он успевал таки писать письма, в том числе императору. Докладывали про эти письма. И вот хочу, прежде чем перейти к Казани, это тоже у него был такой небольшой фрагмент жизни. Вот поставили бюст Спиранского мы несколько лет назад на территории Пермского университета. Но хочу показать вот эту картину. Это картина, которая есть в Пермском музее, и которая показывает его именно в период ссылки. Вы помните, какие были первые картины его и какие вот сейчас? Знаете, эту картину нашли лет 10 назад. Ну вот, думали она, не она, но вот года три назад признали, что это Спиранский. И, в общем-то, вот он как раз находился в ссылке в Перми. Он здесь, конечно, сложно его, мне кажется, узнать. Да, значит, в Перми он пробыл больше года. И там вот есть знаменитое в истории, оно называется «Пермское письмо императору», в котором он написал свое оправдание, все действия, которые происходили, за которые его якобы сослали в ссылку, он там это все объясняет. Это все есть, кстати, в доступе, вполне себе это можно увидеть. Во всяком случае, пермское письмо – это точно. И он до этого договорился, чтобы его дочь и теща все-таки уехали из Перми, чтобы они переехали в Новгородскую область, в губернию, где есть у них свое имение. И, собственно говоря, они уехали туда. Михаил Михайлович умудрился в шапку зашить письмо императору своей дочери, вот это пермское письмо. И потом они там своими путями как-то переправили это письмо. И на основании этого документа, собственно говоря, Михаил Михайловичу был ответ. Ему, во-первых, его восстановили, ему зарплату восстановили, его написали губернатору о том, чтобы он все-таки к нему, к Михаилу Михайловичу, относился по-человечески. И, в общем-то, жизнь у него стала, я бы так сказал, чуть-чуть налаживаться. Но, тем не менее, эта ссылка продолжалась. Впоследствии Михаил Михайлович переехал в Великополе. Вот этот молодой человек на меня, который похож, он показывает вам вот это, да, туда я неправильно показываю. Вот он показывает на то место, где была вот эта усадьба, которая принадлежала дочери, по наследству перешла. И вот там усадьба Великополе, это между Санкт-Петербургом и Москвой. Тогда все это не было ни сапсанов, ни самолетов. Вот они ездили и в Новгороде, как правило, большие люди останавливались там переночевать, отдохнуть пару деньков там, три денька. А у них у всех вот в новгородской губернии были, как бы сейчас сказали, дачи, ну или резиденции и так далее. И вот, конечно, Михаил Михайлович этим сильно воспользовался. Во-первых, вот этот участок, который сейчас существует, мы его признали объектом культурного наследия, но там ничего нет. Там единственная была опасность, там дачники строились, поскольку там река, тут видно чуть-чуть подальше. И там дачники расстраивались. Мы до лучших времен, не знаю, когда они наступят, но тем не менее считаем, что там все-таки Спиранский очень много провел времени. И, конечно, нужно, чтобы хоть какая-то память там была. Дальше я хочу показать, вот, например, усадьба Державина была там между Санкт-Петербургом и Москвой. Вот, это километров 40 от того места, где стояла вот эта усадьба. Вот, видите, усадьба Гавриила Романовича Державина. Гавриил Романович Державин, доказание, не, так сказать, сам последний человек. Вот его усадьба, есть такая река Волхов. Вот этот домик, видите, там стоит. Вот там Гавриил Романович Державин жил, принимал различных гостей и так далее. И там же еще недалеко, они, кстати, Державин с Спиранским не дружили. Потому что была, ну, как обычно бывает во всей власти, была компания Кочубея и была компания Державина. Они между собой не очень сильно ладили. И, соответственно, это были разные, так сказать, группировки. И они, в общем, Державин как раз не любил Спиранского. Ну, и Спиранский, соответственно, не любил Державина. Дальше хочу показать вам вот еще известного человека, Алексея Андреевича Рокчеев. Он умудрялся дружить и с Державином, и со Спиранским. Вот. Рокчеев человек, который был, ну, при Александре в том числе, он, во-первых, был при Павле, очень приближенный человек. Ну, и при позднем Александре, послевоенном, он был также очень близок к Александру. И так получилось, что Михаил Михайлович с ним достаточно плотно общался. И они советовались, как делать те или иные решения, как их принимать, какие последствия будут. И вот, Алексей Андреевич Рокчеев как раз помог ряд писем, ряд бумаг от Спиранского передать императору. И что, собственно говоря, на Рокчееву очень много есть такой термин, на Рокчеевщина, есть у него история с военными поселениями, есть много других историй с ним. Но вот данный промежуток его жизни, конечно, был и для Михаила Михайловича Спиранского, и для всей страны очень положительный, потому что он помог ему выбраться из этой ямы, в которой оказался Михаил Михайлович Спиранский. Но дальше мы идем. Да, здесь уже надо сказать, что Александр назначает Михаила Михайловича Пензенским губернатором. Без заезда, в указе было написано, без заезда в столицу, он поехал управлять Пензенской губернией. После, он там был невероятно успешный, он смог все элиты там консолидировать, рассматривал самые разные жалобы и так далее, и так далее, и смог, в общем, достичь больших результатов. После этого ему было предложено дать видение управлением Сибирью, всей Сибирью. И он был отправлен также без заезда в столицу губернатором всей Сибири. Вот, могу вот про это тоже очень много говорить. И надо сказать, что здесь у нас вот, я почему здесь мы... Он, когда был назначен генерал-губернатором Сибири, он, конечно же, у него был достаточно длинный путь, поездки, и он из Пензы, когда ехал, заезжал в том числе в университет, в котором мы сейчас присутствуем, и в том числе встречался с руководителями этого замечательного университета. Вот, видите, Карл Федорович Фукс, Петр Сергеевич Кондарев, Егор Васильевич Франгель, Николай Иванович Лобачевский, вот, и побывал в библиотеке, соответственно, университета, это, мне кажется, важно. Вот мы нашли такую фотографию, это, скорее всего, картина, вот, которая, ну, по-моему, не очень сильно отличается, да, от сегодняшнего. Вот, особенно в весенний, осенний период, как раз, мне кажется, на лошадях неплохо. Вот я на власть не наезжаю, просто говорю, что похожа фотография. Вот, соответственно, надо сказать, что для меня было большое счастье, я нашел дневники Спиранского, и, конечно, вот они у меня есть, и мне они очень сильно помогли, вот, в тех вопросах, когда он приезжал, когда какие чувства у него были, это все, ну, мне вот в этой книге очень сильно это помогло. Спиранский, объезжая Сибирь, всегда встречался, ну, естественно, с дворянами, он встречался с купцами, он всегда заходил в Острог, он всегда в тюрьму по нынешним временам, он встречался с жалобщиками, он всегда заходил и в мечети, и в православной церкви, и на самом деле он, ну, вот, старался максимально иметь картинку той огромной территории, которая была ему передана в управление. Ну, вот, я здесь пишу, конечно, самого себя цитировать как-то не хочется, но я хочу сказать, что просто власть в Сибири, я вот об этом здесь говорю, представляла из себя, конечно, портреты императора, конечно, военизированные вот эти объединения, ну, и, конечно, тюрьмы, в которые ссылали, либо прятали своих. Это была, конечно, такая, достаточно убогое зрелище, и, конечно, коррупция, или, как тогда называли мздоимство, было, ну, в тот момент чрезвычайное. Могу также, чтобы время уходит, понимаю, также могу сказать, что Михаил Михайлович, очень много, занимаясь Сибирью, сделал много актов, которые потом вошли в полное собрание законов. Он первый, кто сделал историю, связанную со цельными, вот с этапами он это все законодательно закрепил, и, конечно, мне кажется, что это тоже очень важно. Этот момент я тоже упускаю. Идем мы дальше, поскольку через некоторое время все-таки Михаил Михайлович был призван в столицу, и надо сказать, что он прибыл, еще когда был жив Александр, первый он прибыл, встречался с ним, конечно же, теплых отношений уже никаких не было, тем не менее, император поручил ему заниматься своим любимым детищем, это законодательством, и поручил ему заниматься кодификацией, систематизацией законодательства. Мы знаем, что в 1825 году Александр скончался в Таганроге, вот, мы знаем, что была история, которая достаточно была чудовищная, на мой взгляд, и которая вызвала декабрьский вот этот бунт, восстание декабристов, как у нас любят историки говорить, но мы также знаем, что первоначально, ну вот про эти тайные общества я уже чуть-чуть сказал, специально забросил мостик, но первоначально надо сказать, что по указу о престолонаследии, который действовал в манифест Павла, престол должен был перейти старшему брату, а старший брат был, как известно, Константин, и история заключалась в том, что Константин стал отказываться от престола, и должен был вступить, соответственно, Николай, но это все происходило достаточно сложно, потому что Константин находился в Варшаве, и вот эта вся история с присягой государевых служащих, с присягой священнослужителей, военнослужащих Константину, она, конечно, стала достаточно такой почвой для того, чтобы тайные общества стали мобилизовываться, вот эти. Знаете, Ключевский писал, что в России тайные общества создавались точно так же примерно, как и акционерные, вот, точно так же просто и легко. Могли туда записаться любые люди, тем более мы знаем, что после 1812 года, после того, как люди вернулись, посмотрели, что происходит в Европе, они, безусловно, обсуждали ситуацию в России, они знали, что происходило, допустим, в Финляндии, что происходило в Польше, где была, так сказать, своя Конституция, и Кодекс Наполеона действовал, ну и так далее. Это все была Российская империя, и, конечно, вот совпадение вот этих обстоятельств, наличие тайных обществ, готовых при удобном случае мобилизоваться, и вот эта история связана с присягой. Присяга, если кто-то изучает процесс гражданский, уголовный, многие знают, что это было одно из важнейших доказательств, и нарушение присяги рассматривалось как, ну, фактически как преступление. Вот. И, ну, получилось так, что вот воспользовались тем, что вот этой ситуацией, это никакая не шутка, когда на площади кричали, верните нам Константина, нашего императора, и его жену Конституцию, это сейчас звучит как шутка, вот. Вот. Но реально, конечно, это имело место, вот, потому что тайные общества проводили Конституцию, что им нужна Конституция, ну, в общем, в головах понятно, что это происходило, и, конечно, ну, вот такой назрел бунт, которым, конечно, воспользовались, и в 1825 году произошел вот этот самый декабрьский мятеж, по-другому его никак не назвать. С учетом того, что у нас были традиции дворцовых переворотов, вполне себе можно было подумать, что этот дворцовый переворот тоже мог состояться. Но, причем здесь наш Михаил Михайлович? Михаил Михайлович Спиранский, ему первоначально, вот повороты судьбы, к Рамзину было поручено сделать манифест по поводу восхождения на престол Николая I, но Николаю не понравилось, он поручил это делать Спиранскому. Спиранский написал этот манифест, манифест был большой, тоже есть в доступе, если кому интересно, вот. Вот, и, соответственно, он должен был раздаваться в Санкт-Петербурге везде всем, но ушлые предприниматели стали его продавать. Вот, и, собственно говоря, вот такой пиар-компании, которая бы дала возможность всем понять, что происходит, не было. И, ну вот, произошло то, что произошло. Произошел этот мятеж, произошло убийство Милорадовича, и, конечно, произошло то, что Николай дал команду стрелять из артиллерийских орудий, из пушек, собственно говоря, по вот этому мятежу. Вот, что дальше происходило? Дальше происходило следующее. И вот это очень важно для имени Михаила Михайловича Спиранского, потому что было следствие, и был суд мятежников, и, знаете, совершенно неожиданно, вот совсем недавно, пару лет назад, был фильм, посвященный декабрьскому вот этому мятежу, где совершенно нам всем показали, что якобы Спиранский был чуть ли не одним из, так сказать, архитекторов этого мятежа. Это же, конечно, полная ерунда, полная глупость, полное вранье, потому что на самом деле, ну, во-первых, Михаил Михайлович, конечно, эти люди могли читать его работы о преобразованиях и так далее. Но Михаил Михайлович, он был человек, который все время был с властью и все время был с монархией, и служил монархии честно и преданно, несмотря ни на что, несмотря на всякие его притеснения. Вот про это бы я тоже хотел сказать. И я в книге своей специально написал, я привел слова Николая, тогда, когда Спиранский умирал, о том, что эти все обвинения были совершенно беспочвенные. Там я вот специально Николая дал цитату достаточно большую, потому что уже столько времени прошло, и сейчас говорить о том, что он антиконституционными, ну, если тогда Конституции не было, антизаконными вещами занимался, это было не в его голове, не в его стиле, духе и так далее. Поэтому я считаю, что на это надо просто специально обратить внимание. Хотелось бы еще что сказать, что был суд, и Спиранского включили в качестве члена суда над декабристами. Это было очень тяжело, потому что он многих декабристов знал лично, со многими работал, в том числе в Сибири. И, конечно, это была достаточно тяжелая работа, но он ее выполнил, он писал все документы, все заключения по каждому из этих фигурантов, и свою роль выполнил. Вот. Есть свидетельства, что он плакал после приговора, и об этом я здесь тоже пишу, но вот этот факт тоже нужно иметь в виду. Дальше, после того, как в 1825 году это все произошло, а произошло, напоминаю, смерть Александра, восстание, лимитеж, не знаю, попытка переворота, лучше сказать, юридическим языком, и приходит в класть, соответственно, Николая Первого. И после этого, конечно, Николай поручил делать Михаилу Михайловичу Спиранскому вот этот самый знаменитый свод законов Российской империи, о котором мы уже с вами говорили, и который, как я уже сказал, совершил невероятное. Даже Наполеон не смог систематизировать французское законодательство. Можно, наверное, сравнить с систематизацией, которую в свое время осуществил в VI веке Юстиниан. Был такой. В Византии, Византия слово тоже такое странное, вот, Римская империя, вообще это называлось, можно восточное назвать, но Византия это уже англичане с французами придумали значительно позже. Вот, так вот, он осуществил всю инвентаризацию, вначале сделал полное собрание законов, потом сделал свод законов, систематизировал это все. Потом у него была мысль сделать вложения, но уже возраст и время ему не позволило. Но, тем не менее, он свод законов в Российской империи сделал. Вот у нас часто его обвиняют в том, что он контрабанно и все-таки французский кодекс сюда запихал. Вот, на самом деле, вот совсем недавно было исследование, как раз есть один достаточно молодой человек, который это исследование проводил, что в своде законов Российской империи основная часть каких норм все-таки было туда помещено. Вот, он сделал потрясающую совершенно инструкцию по подготовке свода законов. И, конечно же, вот эти инструкции они все следовали. И, конечно, огромное количество норм перешло еще из соборного уложения Алексея Михайловича. Конечно, много пришло из указов, которые Александр I выпустил в свое время. И, конечно, ну, наверное, наименьшее количество норм пришло от Петра. Потому что Петр, вы знаете, шарахался. Он то шведские законы хотел применять, то эти, эти. И, конечно, это все. Ну, и, конечно, от Екатерины. Но, в принципе, конечно, том 10, часть первого тома 10, это собрание гражданских законов. Ну, то есть, гражданский кодекс. Там, конечно, много достаточно новых норм. Но сказать, что это полная рецепция с какой-то стороны, конечно же, это нельзя. Эти нападки абсолютно мы опровергаем. Я в том числе опровергаю. Вот, свод законов Российской империи, как вы знаете, действовал до 17-го года. И, конечно, надо сказать, что без свода законов Российской империи не было бы судебной реформы, не было бы реформы, ну, не реформы, а отмены крепостного права. И, конечно, мы используем этот свод законов. Вот точно совершенно мы при подготовке гражданского кодекса его использовали. Знаете, вот тут, наверное, мало кто помнит, но был такой министр юстиции Перебилов Владимир Иванович. Кто-то, может быть, помнит. Вот. Он делал свод законов Советского Союза. Тоже был такой закон. Вот. И надо сказать, что этот свод законов делал он. Он согласовал с Косыгиным и с Баебаковым, был председателем Госплана. И они пошли к Брежневу с этим самым сводом законов Советского Союза. И надо сказать, что вот эти все инструкции Спиранского, они не могли об этом говорить, конечно же. Вот. Но они использовали. И вот эту технологию и методику подготовки свода законов, они, безусловно, использовали. Был в 70-е годы свод законов Советского Союза, если кто-то помнит. Была великая вещь. Почему? Ну, так же, как и у Спиранского. Они это назвали красиво. Систематизация законодательства Российской империи или там Советского Союза. Вот. Но при этом они осуществили удаление огромного количества мертвого нормативного материала. Вот. Примерно сейчас пытаются то же самое сделать, но они пошли от обратного. Они обозвали это гильотиной, и это совершенно некрасивое слово. Гильотина, вы знаете, да, что это такое, когда голову отрубают. Ну, вот. Во Франции была свобода, там что еще? Равенство и братство. А четвертое было, четвертое слово, это было гильотина. Вот. И на самом деле, конечно, надо понимать, что вот с точки зрения подачи материала обществу, безусловно, вот такой подход в виде систематизации законодательства, он гораздо лучше. И по делу он, конечно, безусловно, просто гениальный, я бы сказал. Потому что мертвый материал удаляется, и отношения, которые регулируются, они упорядочены. И экономика, и права граждан, и экология, и так далее, и так далее. Все, что хотите, это чрезвычайно важно. У меня до 13.15, правильно, время? Да, еще чуть-чуть есть. А потом я должен еще на пару вопросов ответить. Да, знаете, я еще что хотел бы сказать. Про образование. Я уже сказал про православное образование, что он провел реформу. Дальше. Очень важно, что он создал училище правоведения. Училище правоведения было создано как раз после того, как были созданы... Вот свод законов как раз был создан. Он понимал, что нужно вначале сделать законодательство, а потом нужно, чтобы были люди, которые бы обучались этому. Дальше. Он также принял активное участие в подготовке как в создании царско-сельского лицея, так и в подготовке различных программ. Вот это тоже очень важно. Царско-сельский лицей уникальное было учебное заведение. И также в образовании он занимался обучением цесаревича Александра, будущего Александра II-освободителя. И также я бы хотел сказать привязки к местности, как говорится. Михаил Михайлович сделал так, что сделал несколько потоков, чтобы наиболее одаренных молодых людей отправляли в Германию. Для обучения законодательству и праву. Вот в том числе известный Дмитрий Иванович Мэйер, который здесь у вас долгое время работал. Портрет которого, я не знаю, вы повесили или нет до сих пор. Вот я уже лет 15, прошу вас. Вот, так вот, Дмитрий Иванович Мэйер в одном из потоков поехал по линии Спиранского обучаться. Вот. Там, не знаю, в этой аудитории что-то был такой великий философ и юрист Савиньи. Может, кто-то слышал. Вот. Он был противник кодификации. Ну, он, у них было с Гегелем спор. Гегель был за кодификацию, а Савиньи был против. Юристы вообще, юристы такое сословие, которое чем хуже законодательство, тем можно денег больше заработать. Но я не имею в виду госслужащих. Вот. Но, в принципе, конечно, вот, тем не менее, вот, Спиранский и Савиньи, они дружили. И с Савиньи была именно договоренность о проведении вот этих практических работ. И вот многие, вот в том числе Дмитрий Иванович, ездил и, соответственно, занимался этим. Шершеневич по его линии не ездил, он был чуть-чуть больше, чуть-чуть позже. Но хочу сказать, что есть у Шершеневича замечательная работа «Наука гражданского права». И там он как раз в самом начале пишет, что «Наука права», в принципе, у нас началась именно после того, как произошла систематизация и как был принят свод законов Российской империи. Поэтому, конечно, если вы посмотрите на работы и того времени, ну, понятно, в советское время он чуть-чуть был подзабыт, мягко говоря. Почему я поместил здесь Модеста Андреевича Корфа? Это человек, который закончил царско-сельский лице, вместе, кстати, с Пушкиным они учились. И впоследствии работал над сводом законов Российской империи. Он был очень приближен к императору, к Николаю. Есть замечательная книга «Восхождение на престол Николая I». И также надо сказать, что есть книга, про которую он, вот я уже говорил, по горячим следам про Аспиранского написал. Дальше хочу сказать, что вот есть памятник «Тысячелетие Руси», России в Великом Новгороде. И вот на этом памятнике он в виде колокола изображен. И на этом памятнике как раз были выбиты самые влиятельные люди, начиная от Рюрика. Вот, и там, конечно, есть вот Спиранский, видите, вот он там изображен, он как раз докладывает Николаю свод законов Российской империи. Вот такая любопытная деталь. Ну и вот, собственно говоря, интересно, что граф Спиранский похоронен в Александро-Невской лавре. И именно там, где он учился, и там, где он был, вот как я сказал, про ректора. Именно там. Сейчас там они достаточно, ну, в общем, неважно, они разделили это кладбище на три части. Вокруг это Александро-Невской лавры. И вот Спиранский рядом с Чайковским. Кстати, Чайковский закончил училище правоведения, если кто не знал. Вот. И Победоносов, кстати, закончил Константин Петрович и так далее. Чижик-Пыжик где-то был, это как раз Чайковский там написал, в этом училище правоведения. Вот. И вот он там лежит. Тут рядом Чайковский, тут рядом Достоевский. И, в общем, Корф, кстати говоря, минут пяти ходьбы от его могилы тоже лежит. Ну вот и самый знаменитый портрет Михаила Михайловича, который мы поместили на картину, на обложку. Теперь, я так понимаю, время я закончил. Если пару вопросов можно или нет? Можно? Если есть вопросы, коллеги, давайте. Я хотел бы от лица Казанского федерального университета, от лица всех студентов, всех преподавателей, благодарить вас, Павел Владимирович, за замечательную беседу, представление вашей книги, действительно о великом человеке, которого Наполеон называл блистательным умом России, говорил, что это единственный ум в России, который есть. Большое вам спасибо. И я думаю, что на этом наша встреча не закончится. Мы будем всегда очень рады вас видеть в стенах Казанского университета. Всегда будем рады послушать ваши лекции, беседы, семинары. Коллеги, давайте поблагодарим Павла Владимировича. Спасибо большое. Знаете, я тоже хочу вас всех поблагодарить за терпение, за то, что вы чем-то интересуетесь. И, конечно, на самом деле для нас важны истоки, источники, откуда все это пошло. Интересуйтесь историей, интересуйтесь современностью. Это чрезвычайно важно. Иногда совершенно необыкновенно какие-то есть аналогии. Мир и люди остаются теми же. Технологии меняются, а мы-то остаемся теми же самыми, которые были и сто лет, и двести, и тысячу лет назад. Спасибо вам огромное. Удачи, не болеете. Спасибо. Спасибо.